Музыка 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 Нет, просто пришло время тогда вместо того, чтобы плести веночки из одуванчика я собираю одуванчики на лекарства Выросла деточка Теперь будем делать одуванчиковый мед от кашля Музыка Собираю в чистом месте в поле где практически нет транспорта далеко от дорог там протва течет вот такая красота и будет одуванчиковый мед на кироке Музыка Это кто? Мне это щёл ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас постараюсь отделить только желтую часть, только солнечную часть от дуванчика. И потом взвешу и добавлю ровно столько же сахара, сколько будет у меня и дуванчика. Мой, так скажем, дуванчиковый мед, в кавычках, он будет без варки. Есть рецепты с варкой, но я просто считаю, что если варить, то это уже некоторые полезные свойства пропадут. Поэтому мы будем делать без варки, но как обыкновенное варенье один к одному. В некоторых рецептах говорят, что нужно взять 300 одуванчиков. Некоторых 700, а я их не считала, ну, принципиально не считала. Я их взвешу на весах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, весы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Практически невесомый. Ну, здесь вот сейчас около 50 грамм вот этих лепестков от дуванчика. Я посмотрю, возможно, 50, да. Возможно, надо будет чуть больше сахара добавить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, вы знаете, я добавлю больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сейчас 50, я добавлю. 100 добавлю. И все хорошенечко перемешаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге у меня получилось, наверное, раза в три даже. Не в два, а в три раза больше сахара. Нет, там... А, значит, и я добавлю еще сюда несколько крупинок. Ну, опять же, на глаз. Так, лимонной кислоты. Она послужит в качестве консерванта. Ну, и немножко приторностью берет сладость вот эту. Хорошо перетру сейчас вот эту всю массу. У меня, в принципе, получился сахар такой, но в листьях есть влага. И со временем эта вся масса станет более жидкой. Надо будет пару раз перемешать и посмотреть. Хранить я это дело буду все в холодильнике. Если бы я варила, делала бы вот этот так называемый одуванчиковый, цыганский. Ну-ка, попробуй. Мед. Кстати, не горькая абсолютно. За счет того, что я убирала все зеленые части. Без фанатизма, конечно, немножко они там есть. Горич практически не чувствуется. Ну, и принимать это я буду в качестве лекарства, по ложечке. Кашля, говорю. А уже вкусненько. Вкусненько. Обычно я консервирую лето на зиму. А это консервируем вис. Такая прелесть у нас получилась. Чуть-чуть подождем и можно будет это есть. Это вкусно, кстати. Как раз самая пора заготавливать такие вот вещи без химии. Желательно собирать их в чистых местах вдали от дорог. Я думаю, что особого вреда это не принесет, потому что в нем только польза солнечная, светлая, майская. Будьте здоровы и пусть ваш день будет обязательно добрым. Независимо от всех обстоятельств. Обстоятельств. Отстоятельств. Обстоятельств жизни, которые нас окружают. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!